Всем привет! Начинаем сегодняшнее наше занятие. Будем разбирать игру без позиций на блайндах против всех остальных позиций. ПГ готов. МП, баттл. Все подряд и перемешку сегодня будет у нас. Обычно игра без позиций вызывает особенные сложности, потому что мы играем с капнутым рейнджем, без позиции, без инициативы, иногда с не очень сильным попаданием в доску. Напишите в чат, как меня видно и слышно, и если все нормально, то будем начинать. Поехали. Ну я сегодня не успел особенно смотреть, что за раздачи вы выложили. Не знаю, сколько тут их. Ризинг, как всегда, у нас больше всех. Так, ну что здесь у нас? Первая раздача Сержа. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Ну что здесь происходит? Катоп открывается. Киров защищается колом на ББ. Парень открывает очень много скотов и 35% против такого высокого ресверста на катофе. Я бы точно начинал уже трибетить смешанный рейндж. Наверняка у него либо просадка по фолдам, либо, если у него просадки по фолдам нет, то есть они не очень завышенные, то, соответственно, мы уже можем чуть шире трибетить на тонкой валю с такими расферстами, скажем, не очень большими фолдами на трибет. Ну что здесь происходит? У нас вторая пара на флотпе, мы играем через чек. Наш оппонент чекает бехайнд. У него довольно небольшие конбеты в позиции, 53%. Ну, это как раз к вопросу о том, что часть карманных восьмерок мы уже можем в него трибетить. И трибетить у него смешанный спектр. Какой-то, наверное, не такой. Что тут у нас? Ну, это не сильно смешанный спектр. Давайте чуть-чуть выставим частотность. Вот. Вот. Как-то так его можно перебатить пошире, нежели обычно в котов. Обычно большой блайн в котов требует не так много просто. Потому что нам не нужно перебатить так широко, так как за нами больше никого нет. Мы можем реализовать в IPT, делая кол на трибетклопе. Ну вот. Но если он так много коллирует, то мы уже можем перебатить смешанный спектр, чтобы лучше себя чувствовать на постфлопе в трибетклопах. Ну и просто на тонкой вейле фактически требатить некоторые руки, такие как, скажем, там... А, тысячи сантиметров можно требатить. Не знаю почему, 50%. А, ну... Топ спектр, конечно, тоже. Ну вот. Ну, то есть то, что он так мало фолдит, для нас не так уж и плохо. То есть мы не будем... То есть против тех ребят, которые мало фолдит, не нужно требатить какие-то руки из полярного спектра, которые плохо стоят на постфлопе. То есть, ну, кстати говоря, можно подщикать. Тут вот таких рук поменьше у него требатить. Ну и тем более какие-то там одномастные гайперы. Лучше требатить как-то его более линейно, более диполярный и смешанный спектр. Возможно даже повышать частоты требат от таких рук, как тут спалет, король дамы сьют. На 100%. Ну, если он там открывает 35, совсем мало выкидывает. Так, ну что здесь происходит? У нас это не 3-бет пот, это у нас рейженый пот. Предположим, мы защитили сколом. По рандомайзеру парень ставит конбет нечасто. Довольно часто делает этот ложный конбет. И, как вы можете видеть, редко выкидывает на терни после того, как он не ставит конбет. О чем свидетельствует такая статистика? Это свидетельствует о том, что у парня в чеке behind достаточно много средних рук. И, соответственно, несмотря на то, что в целом у него конбет не очень высокий в позиции, то в нем будет достаточно большая блеф составляющая. Просто потому что, ну, то есть если бы это был парень, у которого конбет был 53%, и при этом бет после чека флопа был бы там высокий в районе 60-70%, это говорил о том, что он просто линейно ставит, ставит там все топ-пары, все вторые пары, не глядя, да. Таких же ребят, наоборот, в рейнже чека behind будет много средних рук. Кстати, он открывает широко скот-оффа 35%. Так, ну это стандартный open-raiser скот-оффа, он открывает здесь шире. Ну, вот как-то так, наверное. Как-то так он открывает. Соответственно, что он здесь будет чекать в такой ситуации? Он будет чекать слабых королей, он может не ставить здесь конбет, например, такой как король 10 и меньше, то есть на все король 9. Ну, естественно, все вторые пары будет чекать. Поэтому против него тонкого беттер не нужно было, просто потому что у него достаточно много готовых рук, которые сильнее нашей, которые он прочекивает behind. То есть девятки, десятки, валеты, дамы, слабый король икс. Сет на королях, возможно, тоже прочекает. Поэтому мне здесь нравится игра через чек. Через чек и последующий чип-кол по флопу. И тут вопрос на самом деле по терну. Здесь весьма ограниченный кол по риверу. То есть мы здесь понимаем, что получается, когда парень не ставит конбет, не ставит конбет. У него в спектре хватает готовых рук и, соответственно, достаточно много блефов у него уходит просто в конбет флопа, несмотря на то, что он у него небольшой. Ну, в относительном значении небольшой. То есть он выкидывает в 33%. То есть, условно говоря, там 33% какого-то воздуха будет, с которым теоретически он еще может поставить по терну. Вопрос в том, как часто он будет блефовать с этим воздухом, которого не так уже много на терне. Как часто он будет блефовать с ним на ривере. Абсолютно бланковую карту, которая не располагает к фолдам. Насколько часто это будет происходить. Я думаю, он здесь будет блефовать достаточно редко. Ну, агрессия у него на ривере, конечно, выше средней определенно. Но при этом почему-то очень низкий ВСФ. Ну, и плюс агрессия флопа ниже обычного. То есть для вас, наверное, средним будет значением по флопу агрессия. Это такая агрессия, там, процентов 45 на вашем лимите, но 50 или но 25. У него здесь она значительно ниже по флопу. Но за счет этого она как-то более размазана по улицам и выше на поздних улицах. В принципе, можно было бы сказать, конечно, что он блефует на поздних улицах. Ну, видно, что у него выигрыш на вскрытии не очень высокий. Но вот вообще по ходу этой линии и, ну, когда мы чекнули, сыграли чек-кол флопа, вышел бланковый ривер. Я не жду здесь очень частых блефов от нашего оппонента. Другое дело, что, конечно, ему и влебетить в такую карту очень сложно. То есть он здесь будет ставить трипсы слабые, которые он прочекал. Ну, какие-то король 10 и ниже. Оставить с какими-то дамами или валетами. Но я сомневаюсь, что он здесь будет на вашем лимите. Здесь такое весьма граничное решение. Наверное, мне чуть ближе фолд. В силу того, что я просто думаю, что по такой линии у него будет здесь слишком мало блефов, чтобы мы могли плюс вот здесь чек-колить. Мне здесь чуть больше нравится чек-кол. Тривер, чем чек-кол. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok